В Северодвинске готовят к запуску современный завод по производству строительных материалов. Проектом занимается компания, которая год назад получила статус резидента арктической зоны страны. В планах начать работу уже осенью. Масштаб производства оценили министр по развитию Дальнего Востока и Арктики и глава региона. Фактически за год мы пришли к такому этапу. И этап уже финальный. В Северодвинске почти готов к запуску современный завод по производству строительных материалов. Проект реализует резидент арктической зоны России. Предполагаемая мощность завода – около 28 тысяч кубометров железобетонных изделий и 24 тысячи кубов раствора и товарного бетона в год. Это позволит обеспечить рынок региона строительными материалами местного производства. Мы сейчас на территории двух гектар сделали два цеха и скомпоновали все под одной крышей. Все технологические процессы будут происходить здесь. Объемы уже привлеченных в проект инвестиций – почти 360 миллионов рублей. В ходе реализации проекта компания намерена создать 77 новых рабочих мест, при этом 74 из них уже есть. Но при всей амбициозности проекта никуда не уходит тема преференций, в которых бизнес всегда нуждается. И во время встречи как раз обсуждался вопрос возможного снижения ставки кредитования и увеличения льготного периода с 12 месяцев до 3-5 лет. Как сообщил Алексей Чекунков, правительством России уже подписано постановление о расширении антикризисной меры по субсидированию процентной ставки. Мы стараемся, понимаем, что льготный капитал всем нужен, чтобы расти. Я сам 8 лет, вот мы с Александром Натальевичем как раз познакомились, руководил фондом, который вкладывал деньги в такие проекты. Знаю, что разница между успехом и неуспехом бывает вот эти вот единицы процентов. Как отметил глава региона, появление таких строительных мощностей сильно ускорит возведение как коммерческого, так и социального жилья. Тем более, что регион намерен досрочно завершить программу расселения домов, признанных аварийными, до 1 января 2017 года. Во время визита на завод разговор зашел и о льготной ипотеке. Здесь тоже есть запрос на смягчение ставок. У нас, конечно, примеры дальневосточной ипотеки очень успешные, очень успешные. Удалось до 2% снизить. У нас, например, в Приморье в два раза с 400 до 800 выстрелило. И я бы сказал, что наши ключевые арктические территории, конечно, тоже от такой программы бы выиграли. Если бы мы до 2% ипотеку снизили, я гарантирую, у нас был бы строительный бум. Тем более, что у нас в Архангельской области, в Архангельске, Северодвинске дефицитный рынок. То есть у нас реальная квартира, значительно меньше, чем спрос. Северодвинский завод включен в перечень новых инвестиционных проектов Архангельской области. В этом году из регионального бюджета на его поддержку планируется направить более 60 миллионов рублей. Запуск завода запланирован на сентябре. Алексей Карельский, Артемий Заварзин, Мария Даник, Денис Линчевский. Регион 29.